Для четвероногого Адольфа поход к врачу начинается с осмотра. Послушать легкие, осмотреть глазки, проверить старые раны. Несколько месяцев назад кот попал под машину. С тех пор здесь его и лечат. Как часто пьет воду? Пьет, но не часто. Следующий кабинет ультразвуковой диагностики. С недавних пор такая возможность появилась в Сунжинской ветеринарной станции. Первый в республике УЗИ аппарат позволяет провести полное обследование органов брюшной полости, сосудов и не только. Процедура недолгая, поэтому питомцу не придется переживать. Будем смотреть желудок, петли кишечника и постараемся увидеть заодно и почки, печень и селезеночку. Всеобщий любимец. В семье Цицкиевых Адольф живет уже шестой год. На протяжении этого времени хозяева следят за его здоровьем. Он у нас попал под машину, его эти врачи лечили. А потом он у меня не стал кушать, расстройство желудка было. И они вот, не надо было делать УЗИ там, кишечника всего. Или надо было ехать или во Владикавказ, или в Грозный. И они вот открыли здесь у нас в Сунжинском станции, открыли УЗИ-кабинет. И вот сегодня сделали УЗИ, вот сделают сейчас назначение врача. И будем учить уже, лечить будем. И таких животных, нуждающихся в помощи на ветеринарной станции, встречают каждый день. Самое главное, по словам ветеринаров, своевременное лечение и обращение на станцию. Сейчас для этого здесь есть все необходимое. УЗИ-аппарат выполняет несколько функций. У нас есть возможность проведения ультразвукового исследования, проведения биопсии. Также есть возможность, мы можем посмотреть сосуды. У нас есть доплер. То есть не все аппараты имеют доплер, но у нас он имеется. По явлению нового УЗИ-аппарата на Сунжинской ветеринарной станции Рата Ислам Албагачиев. Так как он сам живет в Сунже, приводить своего домашнего любимца ему проще сюда. Кошечке, пантере, всего три месяца, но она часто болеет. У меня кошка часто болеет, то язву во рту, то отравление. Сейчас, например, у меня уже отравление. В прошлый раз, на прошлой неделе я лечил уже язву во рту. Врач посмотрел, назначил лекарство. Очень было неудобно, когда не было УЗИ. Врач просто смотрел, пальпаться делал и все. А сейчас приходилось возить его в Грозный. Опять дорога, суетап, деньги. Сейчас у нас есть УЗИ, в любое время можно подойти, исследовать кошку. Чаще всего у животных выявляют клещей. Кишечную инфекцию, быстро обнаружить причину заболевания позволяет УЗИ-обследование. Современный аппарат экспертного класса приобретен за счет внебюджетных средств республиканским ветуправлением. Еще недавно здесь о таком и не мечтали. На этом обновление технической базы не заканчивается. Планируется в дальнейшем, по-моему, приобретение еще и рентгеновского аппарата цифрового, который позволит очень тоже широко раскрыть возможности нарушения целостности костной системы, хрящевой и так далее. Поэтому мы бесконечно довольны и рады тому, что возможность такая сегодня появилась. И имеем возможность своевременно диагностировать те болезни, которые мы до сих пор, может быть, не в полном объеме могли проследить. Сегодня Сужинская ветеринарная станция считается одной из лучших. Только в прошлом году здесь провели более 300 тысяч исследований. Дана Плиева, Хавагагиева, Асхабила Киев, Новости 24.